Привет, я Стас Давыдов. Сегодня 8 октября, и в этот день родилась куча классных актеров. Сигурни Уивер, Мэтт Дэймон, Майкл Дудиков. А если вы не помните, кто такой Майкл Дудиков, то обернитесь, возможно, американский Ниндзя-8 уже подложил вам под стул Кобру. А первое видео прислали Узумак и Павел. О нем уже все в интернетах будят. Стоило олимпийской эстафете дойти до стен Кремля, как буквально на втором участнике произошло вот это. Да, это олимпийский огонь, которого нет. В смысле он погас. Казалось бы, все, туши свет, конец Олимпиаде 2014, но на помощь приходит доблестный сотрудник службы безопасности Кремля. Интересно, а что было бы, если бы этот охранник не был курильщиком? Кто бы тогда зажег огонь, а? Лазерные пушки, спрятанные в кремлевских звездах? Может, курение и убивает, но тут оно почти спасло престиж Сочинской Олимпиады. Беда в том, что в факеле должен быть настоящий олимпийский огонь, зажженный от солнечных лучей во время специальной церемонии в Греции, а не от зажигалки зипа кремлевского ФСБшника. Не, ну там, конечно, потом все исправили и подожгли от аутентичной лампадки, но все равно... К сведению, олимпийские факелы для Сочи 2014 изготавливаются на заводе Красмаш, занимающемся производством межконтинентальных баллистических ракет. По заверению Оргкомитета, факел горит и под водой, и на скорости 60 км в час. Ну что ж, видимо, Шавар Шкарапетян бежал со скоростью 61 км в час. И под водой. Ну, как бы там ни было, я надеюсь, что Олимпиада в Сочи пройдет бодро, а у российских спортсменов внутренний огонек не погаснет. И это хорошо. Короче, у LG тут недавно вышла реклама про горячую цыпочку и современные технологии. То есть, про камеру с куриной стабилизацией. И тут я вспомнил, что видел рекламу Mercedes-Benz, которая вышла за 4 дня до этой. То есть, курицы в тренде. Все крутые чуваки в 2013-м делают рекламу с курицами. А вот Стас Давыдов показал миру нано-петуха еще в 2010-м. Будет о чем внукам рассказать. Российский гироскопически стабилизированный нано-петух для наклонения оси Земли. Так это что получается? Западные шпионы сколковскую разработку выкрали. Того и гляди, через годик-два Apple снимут рекламу про куриную стабилизацию и назовут это инновацией. Ладно, шутки в сторону. Я не совсем понимаю, почему всем так вдруг захотелось видосы про куриц делать. Осеннее обострение? В смысле, цыплят решили посчит... Костик, ну ты нашел момент курицу кормить сейчас. И это хорошо. Третье видео прислал Стоун Хенге. И это очередная беда, приключившаяся с очередными горе-автолюбителями. Правда, не совсем такая беда, как думаешь поначалу. Так вот куда делся Олимпийский огонь. А, я знаю, в машине ехали два депутата. И у них паукан бомбанул, когда они посмотрели первое видео из этого выпуска. Да, это Олимпийский огонь, которого нет. В смысле, он погас. Ладно, нам на самом деле стало интересно, что послужило причиной такого возгорания. Мы провели независимое расследование. Ладно, никакого расследования не было, мы просто почитали комментарии. В комментариях ведь всегда отписываются самые компетентные автомеханики. Так вот, там тоже никто ничего наверняка не знает. Еще одной неразрешимой загадкой в истории человечества стало больше. Медведь где-то рядом. А если даже медведя не было, то медвежья болезнь пассажиров авто точно посетила. Да, наверное, тачка от этой музяки загорелась. Ааа, да как можно такое дерьмо слушать? Ну или все было совсем просто. Никогда не заводу тот день, когда я возненавидел гороховый суп. Курить за рулем в тот вторник было не лучшей идеей. И это хорошо. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор сюда, а свои это хорошо присылайте к нам на Яндекс.Почту. До пятницы. Я обожаю интернет! Я же континентальных баллистических ракет. Кто? Аэрокет. Мы провели независимое расследование. Сашлики в машину и так не упадут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.